Коллективный иммунитет можно сформировать только через коллективную сознательность. В Югре власти работодатели и профсоюзы обсудили вакцинацию от ковида и разработали общие рекомендации для всех предприятий. Согласно им, сотрудники могут ставить привки прямо на рабочем месте, а еще югорчане имеют право воспользоваться дополнительными днями отдыха. Больше информации у Натальи Акст. Жительницу Хантамансийска Ульяну Клычкову ковидные волны обошли стороной. Однако симптомы коронавируса юрист-консульт Югорской территориальной энергетической компании все же прочувствовала. Этой весной вместе с коллегами она сделала прививку от опасной инфекции, причем прямо на своем рабочем месте. Первая вакцинация прошла более-менее хорошо. То есть было такое небольшое недомогание, голова кружилась. Ночью, правда, была небольшая температура, небольшой озноб, но в принципе прошло все хорошо. А во второй раз уже была температура и было не очень хорошо. Несмотря на пережитые неудобства, югорчанка довольна тем, что прошла вакцинацию. Во-первых, защитила свое здоровье. Во-вторых, проявила коллективную сознательность. А еще помогла сохранить экономическую стабильность предприятия. Вместе с ней это сделали 43 сотрудника из двух сотен. Еще почти столько же получили медотвод. 70 человек переболели и имеют антитела. При поддержке центра профпатологии, которые непосредственно выехали на наше предприятие, мы организовали вакцинацию в отделе охраны труда. Если мы говорим о производственном коллективе, это в первую очередь социально ответственный подход своим коллегам, у которых есть семьи, у которых есть родители, возрасте. И если ты вакцинируешься, думаешь ты только о себе, думаешь о окружающих тебя людях. Социальную ответственность проявил и коллектив одной из строительных компаний округа. В Хантамансийском офисе застройщика трудится больше 60 человек. Треть из них уже переболели. А вот прививки против коронавируса успели поставить пока семь человек. В ближайшее время это сделают еще пять. Руководство компании приняло решение, еще задолго до внесения этого законодательства, о том, чтобы предоставлять сотрудникам дни отдыха после вакцинации. Потому что многим становится тяжело. Мы это уже прошли на ряде наших коллег. И решили вот такую акцию запустить, чтобы у людей была какая-то поддержка со стороны работодателя. Сегодня в Югре предоставлять привитым сотрудникам дни отдыха рекомендовано всем работодателям региона. Причем после каждого этапа вакцинации. Так за счет них, к примеру, сотрудник может продлить отпуск. К слову, при хорошем самочувствии он вправе отказаться от такой льготы. Речь не идет о стопроцентной, обязательной, не дай бог, принудительной вакцинации. Это рекомендации. Вакцинация добровольная. Уровень, при котором наше общество достигнет коллективного университета, составляет порядка, по разным оценкам специалистов, 60-70% от взрослого населения. Благодаря вакцинации в Югре удалось замедлить темпы распространения коронавируса. Сейчас в распоряжении медучреждений округа находится 63 тысячи доз вакцины. Полностью завершили вакцинацию больше 152 тысяч человек. Это почти четверть от запланированного количества. Наталья Акст, Леонид Чемляков, окружная телерадиокомпания Югра, Ханты-Мансиск.